господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен христос воскресе еще два дня поприветствуемся номер 177 события дня эфесянам 5 13 все делающееся явным свет есть 6 июня 2016 года вот какие события даже от маленькую переписку то с человеком было я ее даю знать вот как может человека приобретать и можно потерять от когда ну что-то вчера тут разговор произошел близким человеком он нуждается в муки я сам-то попрошу и поэтому мне дают и когда что-то делюсь и то моего-то ничего нету нету просто мне дали а я перераспределяю все как вот деяние 6 глава кому что дать что-то остается от того что есть мы куда заехать с мукой привести сергея жду куда вести срочно ответственно одному человеку она отвечает ну спасибо и прочее я говорю не спасибо а говори всегда спаси христос даже вот этот переписка многим полезно все спасибо господи как богу спасибо вообще весь неслыханное никогда этого не было это совершенно не понимает бог ну какие-то слова то и маленько наде такие что видно было что у тебя что-то пренебесное есть спасибо богу спаси христос сколько учу и толку нет сергей один занес то есть я спрашиваю один а что один то есть мешок один или сергей 11 кто-то помогал думаю догадается нет она отвечает один сергей и занес один мешок и отвечает она вот еще и за это тебя люблю что есть юмор ясно что не старая обрядка старая тряпка когда написал про одного то и подумал а как же ты ответишь ибо по вопросу вовсе даже не понятно о мешке ли речь идет или о мешковатом принце отвечает а есть ведь и третий вариант еще был один брезент в который мешок был завернут я чем-то подобным укрывалась просто и тепло только мой был чуть плотнее брезент но теперь хоть знаешь что моё одеяло называется брезентом вот как надо жить подвижники я отвечаю это не сергеева мое и хотя материал брезентовый но это военная плащ палатка два метра до метра там есть стягивающие шнуры и отверстие для рук и пуговицы виде палочек когда-то я вел занятие в высшем авиационном училище города барнаула и когда его стали расформировать то есть летчики да еще и военно никому не нужны а на их место теперь институт юридический для милиции вот кого больше всего нужно сегодня то и особенно завтра будет спрос на этих то есть на милицию милиции и мне дали всего понемногу шинели штук 50 кетелей с брюхами постолька или побольше подушек больше сотни половичков и афганах фуражек и прочей нужной мелочи так что у сергея время на моё брезент дал для получения благотворительной помощи виде муки чтобы его карету не запылить вот простое дело отвезти муху и смотрите как какая идет информация волка ноги кормят тогда мы все это на большую тележку сложили здесь в большую пращечную отвезли все постирали там на них звезды были мы звезды сточили погоны убрали я ребятишек одену комар не прокусываю это хорошая военные кителя такие там шерстяные видимо вот вот но это уже потеряю с кем отвечаю владислав марущак пишет слава иисусу христу игнатий тихоныч у меня вопрос почему апостол филипп в необходимость миропомазания крещенных христиан соответствующее возложение на них рук апостолов явствует из крещения самарян святым апостолом филиппом смотрите я не 8 12 вот через запятую 8 12 это уже склонность православия но никогда не пишите через запятую глава стиха двоеточием отделяйте двоеточием то доказывать ничего не надо потому что если следующий стих двенадцатый я скажем и один пятнадцатый то тоже стих от стиха запятой вот здесь надо будет здесь двоеточие а если сплошняком с двенадцатым по восемнадцатым между ними тыре поставить что интересно старое еще время в российской старой руси симфонии издавали и симфонии через двоеточие отделяются а везде то есть через точку запятой что попало делают то есть это видно библию не знают одного крещения было недостаточно для спасения их находившийся в русалиме апостолы услышав что самаряне приняли слово божие поставили к ним петра и анна которые придя помолились о них чтобы они приняли духа святого ибо он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещеного имя господа иисуса тогда возложили на них руки и они приняли духа святого вот как находившиеся мы святаго это еще можно подправить святаго это святого вот как выделяются то почему апостол филипп мог крестить амбиры помазать возложить руки не мог а нужно было прийти петру и а ну благодарю за ответ храни вас христос ну благодарить еще не получил так отвечаю потому что это был не апостол а только помощник присвятил диакон филипп первомученик диакон стефан вот откуда это известно а вот откуда деяние 6 5 и угодно было это предложение всему собрание избрали стефана мужа исполнена верой духа святого и филиппа и прохора никонора и тимона и пармена николая антиохийца обращенного из изыщников вот ересь николаитов считает от николая тут идет вот так принято что грех оправдывается будем грешить что было в чем кается видите как это филипп не апостол вот и весь ответ но поблагодарил на этом все дальше роман здравствуйте на тихоныч рад приветствовать вас игумен кирилл сахаров после моего рассказа ему о моем обращении к священнику которым отец кирилл не советовал обратиться для моего крещения благословил меня ехать к вам и отцу и акиму слава христу то есть речь идет человека там сергием посаде кажется где-то я отвечаю тогда готовься с собой брать все необходимое как лагернику насельнику и в путь добрый но сначала ответь на те вопросы которые я уже неоднократно задавал вам пока честно не ответите вопроса приезди сюда тормозится я ему отвечаю в ответе говорю ты сделай то то а он выставляет картинки кому раздавал евангелие считает вот это других говорю что считают меня интересует твое потому что ты здесь будешь жить а то вчера у нас переписка была такая итак первый вопрос почему в прошлом году когда вас ждали то есть разрешили вы ни слова не говоря скрылись а мы за вас молились и беспокоились думали что вас выкрали или сняли с поезда органы подробно без купюр ответьте не отвечает никак и все нету ответа нету то есть начинает заговаривать это зубы заговаривает другим второе когда вы говорите по skype откуда-то у вас глаза в разнос шли что это или вы вор бывший или настоящий преступник или психически ненормальный то есть глаза бегают туда-сюда это говорит о том что больной человек или вор все шарится глазами где пока все отвечайте сразу роман доброго дня магнатий тихонович простите меня что я не заботился о вашем спокойном спокойствие прошлым летом видите почему не приехал то уже собирался и друг нет он не отвечает предложение прошло не отвечает дальше я думаю что вы обо мне забыли причем тут забыли когда тебя ждали все приехали а ты нет так как я вам не писал более после вашего разрешения мне приехать к вам и вы более ничего не спрашивали меня моем приезде а что буду спрашивать маршрутку всем выслал то есть опять не отвечает при том что у меня возникли приключения я решил доказать моим знакомым что у вас потеряевки секты нет то есть он решил он доказывает и если все доказывают тебе дали разрешение ты ехать тебе не надо доказывать но это не говорит проходит полгода нигде нет дело в том что мои знакомые говорили мне что они меня больше не увидят за зомбирует его там гуру но эти мои знакомые сами действовали как сектанты я в какой-то мере подвергся их влиянию а если ты подвергся их влиянию ну и все вопрос закончен зачем тебе ехать кому не доверяешь не пройдет это зачем это и у тебя крестить никто не будет но потеряевку никогда секты не считал он не считал а подвергся их влиянию не ознакомый один его обвиняли кто-то там что ты как ты сектант стал какой православный то ну он говорит решили им доказать стал пить валяться везде пьяный сектанты не пьют а я пью православные пьют вот я доказал и все сейчас пился вообще при смерти все доказывает что они сектант его же сектантом никто не назовет он валяется везде пьяный перемощица и все сектанты так не делают и я решил не поехать в то лето к вам чтобы мои знакомые поняли что я рекламирую вас и потеряю не потому что вы секта я во что бы то ни стало обязательно пойду к вам прошлое лето то есть сам решил что следующее лето кто-то ему разрешит что он подвергся их влиянию он думает и не думает там что секта ну подвергся влиянию значит что-то было уже а нам зачем это по поводу моих глаз я считаю себя больным грехом и виноватым перед вами и богом в том что не всем вашим советам следовал несмотря на то что знаю их действенность ответа никакого нет грехом я отвечаю ответа нет это просто вокруг да около причем тут кто считает и что какое-то имеет отношение к тому в чем нуждается ваша душа вы же не мы же не пытаемся даже что-то доказывать вы не расположены врагам не дали отпор и начали велеть туда-сюда то есть это патриархийная гнилостность трупная вас пухало и поражало ваше сознание мозг и душу если у вас была хотя тысячная доля одного процента сомнения от слов недругов относительно нас то мы вам уже никак не можем довериться доверяйте живите как жили среди этих мертвецов мы вас не приобретали не теряли вы потусторонний речь шла о крещении я так и знал что вы совершенно не готовы и относительно глаз ничего не сказали ни о двух причинах а просто грех то есть огур ты или преступник был или вор глаза бегает или психически ненормально это ну и что я должен тогда думать под вопросики ставить улавливать а мне это надо сам не хочешь говорить и потому кот в мешке в одной комнате разве с таким будешь спокойно отдыхать тем более в детском лагере станет где дети за которых я несу ответственность перед богом и перед законом путь закрыт при таком вилянии роман отвечает я может быть неверно выражая свои мысли но я верен вам а по поводу сомнений проверяйте духов от бога ли они как я могу проверить когда говоришь одно и другое и третье и не отвечаешь на вопросов я проверяю вижу не от бога этот дух тебе явно четко я до сих пор рекламировал вас и лучше вас никого не увидел у нас еще рекламирует тут а нас наша жизнь говорит и впредь буду это делать а себе так и не отвечает простите меня игнать тихоныч я не хочу жить среди мертвецов поэтому и пишу вам игнатий тихоныч я пытаюсь благовествовать сам без благословения священников мы выставляют фотографии там как люди смотрят евангелие считают а ответа нету и опять у меня нет сомнения в вас и ваших общинниках у меня сомнения в моей способности объяснить себя косноязычие моё я сказал отредактировал сообщение до вашего ответа мне скайп не позволяет редактировать после ответа собеседника тут я не понял еще редактировать я написал по поводу моих глаз там где я с вами разговаривал по видеосвязи это было в тамбуре прихожей кафе макдональдс через этот тамбур проходило в то время много людей на которых я отвлекал свой взгляд да нет зачем на них отвлекать со мной разговариваешь а глаза бегают туда-сюда туда-сюда кверху закатанные глаза примерно четыре года назад я был согласен со всеми по всем вопросам с данилом сысоевым когда его слушал на аудиозаписи теперь полтора года слушаешь услышав вас я согласен с вами по всем вопросам слава христу но я ко всем расскажу то что то узнали услышали как можно ему доверять или нет разрешить приехать на крещение тем более отец кирилл сахаров с берсеневки благословил его к одному священнику а тот отказался ягод и к нему вернись опять то есть московская патриархия они лезут сюда я их обратно отсылаю но кого мы тянем как его тяну когда его не могу отбиться от него но и на сто процентов отбивать не могу я не знаю внутри то что он есть но вижу что счета там есть закавыка какая-то доверия нету и распознавайте духов я распознаю что это не тот дух то дух крутит вертит почему прямо не ответить на самые маленькие ролики делаем и все понимают видят куда мы деньги потратили кто нам помог куда продукты как в лагере ведут себя люди как приезжают уезжают почему нам люди доверяют потому что все открыто анатолий меньшиков замечательное стихотворение у меня близкие порой опасаются следуя распространенным стереотипом что я могу уйти монахи а такие стихи могут развещать их опасения ну вот анатолий меньшиков пишет надо посмотреть какое стихотворение и вообще стереотип если человек глубоко верующий значит его монастырь дорога то есть это как уже ненормальный человек а куда его больше то никуда еще делать не умеет он за весь мир будет молиться за весь мир вот этого не за весь мир какой мир то за себе не молитесь слова божии не знаете молитва ваша в мерзость 28 9 притча саламона отклоняйте ухо от слышания слов господних то молильщики за весь мир мерзостные вы слова божие не любите молита ваша в мерзость вообще не принята богом ваша молитва и не понятно кому-то Труднее приходится им, ставшим причиной подобных стереотипов, или нам, призванным, ломать устоявшееся мнение. Кому труднее это? А им что, они ломали, они не думали? Конечно, нам труднее. Великий промысел Божий, что мы живем в это время. Конечно. В свое время, точно. Всему свое время, как вы его цитировали в одном из последних видео. Игнат Тихонович, меня порой терзает диаметрально противоположное чувство. Иной раз посмотришь, все так плохо, хуже некуда. Вроде бы пессимизм. Но на основе его, как правило, такое рвение возникает, что-то делать, говорить, возмещать, проповедовать. То есть, видите, у него такие бывают настроения. В другой раз глянешь, а может быть не все так уж плохо и даже хорошо. Более того, такая радость хлынет на сердце, такое утешение. И глядишь, весь мир в светлых тонах. Так и должно быть. Не затруднит ли вас как-то прокомментировать это переживание? Не должно этого быть. Ты всегда должен смотреть реально. А что лучше, пессимизм или оптимизм? Пессимизм, конечно. То есть, я настраиваюсь на худшее всегда. Вот еду дорогой, набрал всего с собой. Сейчас сломается. Оно не сломалось. Я радостный, веселый. Все нормально. Вот я сомневался в человеке-то, осторожничал-то, а он оказался не тот. И все, я его приобретаю. А если я думал, о, все будет хорошо, ничего не будет. Топливо не заготовил, как баптисты проповедуют, что тысячелетнее царство будет, и церковь не будет мучиться при Антихристе. А он пришел, тебя захватил, пропал. А когда мы готовимся, будет трудность, боимся чипов, всех вселенских этих соборов новых, то, если что-то будет лучше, это нас радует. Пессимист. То есть, всегда мы должны видеть все в тех тонах, которые Господь показал. Будет скорбь. Горе питающим сосами. Горе беременным. Горе. Горе. Но если нормально забеременела, родила и сейчас живет спокойно в деревне, радуйся этому. Вот я ожидал худшего. Думал, Китай придет. Думал, тут мусульмане нападут, а никого нет. Слава тебе, Господи. А когда не думал, он напали, пропал, ничего не готов. Вот переживание. Я вам отвечаю. Никита Леонидов. Здравствуйте, Игнатий. Как вы относитесь к всему, к Восьмому Вселенскому Собору? Как мне, православному христианину, к этому относиться на основании Библии? Я очень запутался. Помогите мне разобраться с этим вопросом. Храни вас Господь. Если это возможно, вы можете скинуть ссылку по этому вопросу. Ну, ссылку вот здесь и смотрите. Какие ссылки? У меня нет времени. Накидает столько роликов. Смотри, а я тут ношусь. Ищу. По лагерю работаю сейчас. И вот Вселенский, Восьмой Вселенский Собор. Его нет, а что о нем думать-то? Мы на Собор не пойдем. Мои думают, что решают. Это вверху решают. Патриарх, Папа встречается, Епископа. Как я отношусь? Да никак я не отношусь. Совершенно никак. Он мне не нужен. Символ веры неизмененный. Держите за то, что есть. А то напали на Патриарха. Он встречался с Папой. Ну и что встречался? Горе-то не о того беда, что не встречается. А что не встречается беда, друг друга не знает. И поэтому клепают один на другого. Поэтому уже все изменено. И крещение не такое. Вы посмотрите подряд. Женщина. Традиции русского человека. Какая? Ну в одной женщине, глядьте. Вот она стоит в храме. Стоит полуголая. Раз. В брюках. Два. Вы не посмотрели, она до плечей раскрыта. Два. Волосы подстрижены. Стрижена или челка. Три. Стоит, ноги ломает на этих каблуках. Четыре. По порядку гляню. Стоит накрашенная. Пять с украшениями. Посты не соблюдают. Шесть. И пришла в нечистоте находится. Эта мерзость зашла. И ничего не говорят и не учат. По женщине. Посмотрите, как они одеты. Обязательно юбка разрезана, чтобы мелькало что-то. Разорванное было где-то. Ухватили это за моду. Дурнее нельзя ничего придумывать. Топошицы на этих. На цыпочках. Нормальные обуви-то не носят. Шпильки называются. Дурость эта в шпильке. В мозгах. Идет по асфальту. Асфальт растопила жарой-то. И оторвала все у нее. Босиком выскочила оттуда. А мужчины, как правило, бритые. Женщина без платков еще не сказал. Значит, она не молится. Как у старобрядцев. Если не замужья, пол головы открыто. Откуда это взяли? И отец Кирилл Сахаров в этом подражает. Если так, то если вы считаете, вы мужчина, женщина, это мужской пол, мужа, жену Павел поминает. То это означает тогда, мальчик, может быть, в фуражке, в головном уборе, наполовину, на бок это, на бикрин сделать и все. Вот попутно хотел сказать, вышла газета наша «Алтайская правда». Вот она, как она выглядит. Ну как, вот я один, мне ей показать-то я даже не знаю, как ее показать. Ой-ой-ой. Вот она «Алтайская правда». Не знаю, видно, не видно. Вот она, «Алтайская правда». Сказал вам в прошлый раз, сколько тираж. Ну, сказал, видимо, не рассмотрел там, Виктор Андреевич. Тираж 28 тысяч 44. А было, кажется, 118 тысяч. Вот как съехали, 28 тысяч. И вот здесь объявление наше за субботу, за четвертое. Я не знаю, видно или не видно будет. Нет, наверное, не видно. «Лагерь Стан объявляет набор». Я просчитаю еще раз. Православный детский трудовой лагерь «Стан», что в Мамонтовском районе, объявляет набор верующих детей. Лагерь «Стан», расположенный рядом со строящейся православной деревней Потеряевкой, работает более 40 лет, то есть 45-й год. Его возглавляет Игнатий Лапкин. Здесь занимается воспитанием детей, приучает к серьезному отношению к жизни. Также воспитанники ходят в лес за грибами и ягодами, смотрят фильмы, катаются на лошадях. Сейчас на лошадях нету. Последнюю лошадь там продали без нас. Справки по телефону, ну, в Барнаульске это 8 385 2 24 38 46, в Барнаульске 62 81 37 и мой мобильный 8 961 230 70 60 Екатерина Зеленова. Вот такие объявления дали, сейчас звонят, кого принять, не принять. Назначаем встречу у памятника Пушкину. Ну и попутно посмотреть, что у нас здесь на наших ресурсах. Ну вот наш ресурс. Это что? Мой мир. Вот сегодня я поставил сколько? Небольшие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать роликов утром поставил. Вчера не было. Закачали мне, дали, я только звонки снимаю. Но они небольшие, и средние, и собрание. Особенно собрание будет интересно. Батюшка говорил о поездке, я потом прокомментировал. Двенадцать. Да еще два стихотворения, вещем четырнадцать роликов за день. Почему? Ну, интересно это людям. Вот. И, ну здесь все. Кроме того, она еще не обновленная. Я обновлю ее сейчас. Вот видно будет, что. Вот смотри, как сразу появляется. Вот это последнее событие дня. Вот пятьдесят четыре ответы Библии. Я снимаю ответы по Библии. А их четыре тысячи сто двадцать четыре. Я их открываю на моем мире. Там в Ютубе. И там далеко они, их нет. Вот сюда заходите, они здесь есть. Ну, вот это тут есть. Житие от святых. Еще что тут есть. Ну, то по воде убрать. Притчи. Ну, еще тут выставляется пока. Видите, все новое. Перенес на мой мир с Ютуба. С нашего. Дальше. Это наш форум. Здравствуйте, Игнатий. Пишет Денис Евстафьев. Почему-то спиной отвернулся. Ни лица не видать. Ну, что, спину не видали? Или что? Ну, вот рядом все. Да, какая красавица. Это главный, так сказать, кто тут называется. Супер главный администратор православный. Вот так. Юлия. Ну, вот спиной повернуты. В друзьях это никогда не будет, пока не заменит фотографию. Здравствуйте, Игнатий. У меня такой вопрос. У меня несколько раз было так, что на исповеди священник брал мой листочек с выписанными грехами и просчитывал про себя сам. И после этого отпускал грехи. И отпускаются грехи таким образом. Ну, а как? Он должен был слух читать. А потом он это порвал, сжег и все. Вы идете на исповедь, еще вы боитесь. Раньше исповедовали-то перед всем народом. Приходили к Яну Крестителю, исповедовали грехи. Конечно, он делает правильно. Все правильно делает. А вы неправильно делаете. Во-первых, сомнения. Ну, и что, то есть, вот кто-то зашел, еще что-то. Ну, это просится беседовать. Дмитрий. Добрый вечер, дядя Игнатий. Как ваше здоровье, как успеваемость в вашей деревне? Какая успеваемость? Дядя Игнатий, у меня появились к вам кое-какие вопросы. Можно к вам позвонить? Если да, то скажите, пожалуйста, через сколько времени нельзя, а не через какое время. Потому что провинившийся. Вот так. Вот так. Ну, это он как раз и есть. Отсюда еще больше нету. Убираю. Ну, вот, показал. Теперь еще одна страница. Заходим. Вот он наш православный форум, как выглядит. Пожалуйста. Видите, как красиво. А когда заходит, играет пасхальный, там, просто послушать надо. Так, уважаемый Игнатий Тихонович. Кто это? Раб Божий Михаил. Что-то знакомый. Так. Продается ли еще дом Павла Тихоновича? Или есть ли другие дома на продажу? Пусть даже требующие ремонта. Для моей семьи это было бы более реально по силам, нежели строиться. Какую цену просит Павел Тихонович? Спаси Христос. Видите, вы как внезапно зашли. Откуда, чего надо все повторить заново? И притом надо сделать это быстро. Потому что из Потеряевки я вот в пятницу буду там. Ответы будут только через 10 дней. Пока отошлю, пока сделают, пока пришлют, замки снимут. Там закачивать еще невозможно. Ну, дом не продан, но пока ничего неизвестно. Но, во всяком случае, надо зайти на меня, спросить. Других домов нету, пока не продают. Там нет уже. Строятся, сами приезжают. Ответить я не могу. Напомните, какая семья, кто взрослая, курит, не курит. Повторите это. Просто повторить надо сегодня же, чтобы я успел ответить здесь. Тогда более подробно могу ответить. Ну вот. Еще что у нас? Это видеоканал. Видите, какой видеоканал. Вот он как называется. Православный видеоканал. Вот сюда все ставится. Вот. Если кто-то зашел, вот колокольчик, кто-то зашел. Посмотреть, кто такой. Юра комментирует ваше видео. Какое видео? Без пирса рыбалка не удалась. А что за мошка летает? Кусается. Мошке испугался. Комар, обыкновенный комар, лещинки, дети рядом маленькие, кусаются. Мошка, чтобы не кусалась. Такого не бывает. Она для того есть, чтобы кусаться. Ну что ему, отвечать или что? Я вообще никогда не отвечаю здесь. Я ответил в этом самом ролике. Зачем я там нужен-то? И вот шершней, как у нас выжигали шершней. И под ним я выставил там раз десяток во всем мире. Какую беду приносят. Как с ними борются. Ничего не видят. Нападают и все. Шершней тронули. Да зачем? Ну как на плотине нам работать нельзя. Они не дают уже проходу. То ну выжили их и все. То есть не знают на что напасть. Это дурят саварбеки эти разные. Священники натравили их. Но они тут лиходейничают. И самое главное, что у нас есть. Это наш сайт. Самое большое сокровище. Вот он как выглядит. Православный библейский сайт. И самое главное, это вот эти вопросы и ответы 4124. Вот их сейчас мы озвучиваем. Будем насчитывать. Но на этом можно сказать все. Больше у нас ничего нету на сегодня. Здесь и проповеди, и аудио, видео. Богу нашему слава во веки веков. И относительно этого романа ответьте, как вы считаете, что он отвечал. Можно ему доверять или нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!